Качественный. Народ на байдарках плавает. В этот вечер лодка стала самым лучшим средством для передвижения по Благовещенским улицам. Ливень был такой силы, что городские магистрали буквально превратились в небольшие реки. Автотранспорт плавал в воде. За вечер в областной столице зафиксировали сразу два опасных явления. В первом случае за несколько часов выпало 87,2 миллиметров осадков. Второй дождь, который продолжался 50 минут, увеличил эту цифру еще на 30 миллиметров. Ежегодно 15-20 опасных явлений по территории Амурской области, связанных с сильными ливнями и дождями, мы фиксируем это ежегодно. То есть это статистика для Амурской области. Ну, в какие-то чудовищные года, типа 13-го или 19-го, их, естественно, фиксируется гораздо больше. В 13-м году их было 72. Все коммунальные службы города приступили к ликвидации последствий ЧАЭС. Немедленно фронт работ практически весь Благовещенск. Затопила не только улицы. Вода в нескольких местах размыла дороги, обрушив асфальт. Сейчас на опасных участках выставлено защитное ограждение. Из-за непогоды произошло отключение энергоснабжения на четырех фидерах подстанций. Западная, Центральная, Силикатная, Астрахановская. Свет в домах жителей, подключенных к этим подстанциям, дали только в половине второго ночи. Такие проблемы после сильных дождей в областной столице происходят регулярно. В настоящее время в мэрии прорабатывается вопрос о замене ливневой канализации, которая не справляется с таким количеством воды. Это достаточно долгосрочный проект. Это финансово емкость, и проекты тоже нужно понимать. Здесь нужно будет задействовать силы не только областного бюджета, я про городской уже не говорю, но и, наверное, федерального бюджета. То есть, как только мы получим схему ливневой канализации, мы будем уже понимать, масштабить той работы. Между тем, синоптики дают на ближайшие дни еще один неблагоприятный прогноз. Уже 13-14 июня в городе вновь ожидаются дожди. Юрий Камышный, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение.